Драгон Вэлли добавили в Баттлфилд 4. Она в полтора раза меньше, чем оригинальная Драгон Вэлли из Баттлфилда 2. Оружие хуёвое. Неткод говно. ДТК супер низкий. Тебе нужно прям пачками обоим кидать в противника, чтобы убить его. Если в колде там в Modern Warfare. Modern Warfare 1 ремастер. Ты выстреливаешь из коллажа. Они сумели реализовать колду лучше, чем сама колда. А, понимаешь, что... Где? Покажи. Метро интереснее, чем колда. Даже идиотское перекидывание гранатами, это прикольнее, чем сама. Это не батла, ты понимаешь? Метро это карта для фанатов Call of Duty, а не для фанатов баттлов. Извините, пожалуйста, я вас перебью. Трейн просится Кирилл к тебе на стрим. Можно? Зачем? Нет. Он попросил просто. Нет. Ну ладно. Пусть сидит. Надо будет, там будет сам разговор. Не, ну серьезно, Лех, ну чего ты? Вот, ты знаешь, вот меня, вот, правда, в твоем контенте ничего не раздражает. Вот серьезно. Кроме того, что ты пытаешься зачем-то сравнивать баттлу и колду. Это абсолютно разные игры. Они работают в абсолютно разных поджанрах, в жанрах шутер. Ты сейчас, у тебя риторика, как у фаната Нинтендо. Зачем вы сравниваете... У меня не риторика фаната Нинтендо, у меня риторика баттлы. Зачем вы сравниваете игры на моем любимом Нинтендо Свич с вашими играми на консоли? Я тебе сейчас объясню. Потому что вот из-за таких, как ты, у нас появились режимы из колды. Понимаешь, никогда колдовские режимы не появлялись в баттле. Их можно сравнивать. Потому что сегодня, в 18-м году, в ноябре месяце, перед человеком, абсолютно любым человеком, который любит шутеры, будет стоять выбор. У него есть 4 тысячи рублей. На что их потратить? На игру, где нет даже синглплеера? 2 тысячи и 3 тысячи. Но если он потратит 2 тысячи рублей, он в колду перестанет играть буквально через 2 месяца. Потому что весь онлайн на пекарне он упадет. Если я сейчас зайду в Steam, посмотрю, сколько играет в колду в Steam, это будет смешно. Поэтому колда это консольная игра. То есть 2 тысячи рублей... А баттла это ПК-шная игра. На консоли всрут баттлу вовсю. Где на консоли больше игроков? Потому что опять не будет никакого нормального фреймрейта. Из-за этих новых технологий, типа динамичной травы. И новой системы передвижения и так далее. Ты понимаешь, что у тебя проблемы. Тебе придется переслечаться на ПК, чтобы качать за баттлу. Если ты хочешь качать за баттлу, то не было эксклюзиво, между прочим. Это раз. А во-вторых... На Xbox и на PS4. Все равно будет говно. Я тебе говорю по... Почему будет говно? Ой, я тебе говорю по Xbox One. Потому что у Xbox One было эксклюзивом Battlefield 4. Дополнение Second Assault. Говно. Лагающее. Как обычно. Бунду, а на Xbox Second Assault не был эксклюзивом. Был. Ты что, ебанутый, что ли? Ну, тот он вышел за полгода раньше на Xbox One, нежели на ПК и PS4. Ну, окей, ладно. Пускай, возможно, так и будет. Но я просто играл... Слушай, я просто тогда работал в навигаторе игрового мира, и мы этот стримили. Хорошо. Предположим, но... Тем не менее, там все... Не предположим, это факт. Я играю сейчас в этот... Я вижу стримы людей, и в них все нормально. Почему? Ну, я не понимаю. Просто вот... Не знаю, может, и PlayStation надо поменять. Задай его по гарантии. То есть, может, действительно, бракованную консоль купил. Бывает такое. Действительно, бывает. Такого-то полагают, а такого-то нет. На консолях она работает шикарно. Не что, те сухие запчинь, после выхода из дополнения апокалипсиса о том, что... Ой, Reddit орет о том, что апокалипсис слагает даже на PlayStation Pro. Это невозможно. Как так? А потому что, дайс, обосрались. Не, они пофиксили. Проблема с PlayStation Pro. Нет, это не бред. Вы, когда будете иметь определенную сумму, и вам скажут, что за эту сумму ты можешь купить Lamborghini или Volkswagen Tourettec? Привет, Элионор. Или, естественно, скажи, ты лезешь в Volkswagen столько делёшь. Мы серьёзные. Объясни, ты понимаешь? Я тут согласен местами вот со своими зрителями. Тебе говорят, что не лезешь никуда. Ты можешь говорить, что рассматривай батлу. А ты можешь вот там вообще слои аргументов. Но не надо прямо говорить то, что батла – это мана небесная. Мана небесная. А я не говорю, что ману сейчас делают. Батла – это то ещё говно. А я ума точно того человека, который сидел сейчас и говорил, что... Что работает? По-моему, нет. По-моему, я не меньше... Работает местами, понимаешь? По-моему, я не меньше твоего сегодня пытался показать, что в ней не всё так хорошо, как хотелось бы. Не всё плохо. Вот, то есть, Battlefield 5... Вот смотри. Давай вернёмся. Я просто хочу призвать к декламности. Вы можете бесконечно критиковать Battlefield. Критикуйте, имеете право, игра заслуживает. Это правильно. Но не дай бог вы будете её сравнивать с Call of Duty. Просто я даже слушать это не хочу. Это смешно. Неправильно ты говоришь. Это детский лягушат. Неправильно ты говоришь. Когда я туда захожу после тройки. Да я объясню правильно. Это смешно смотреть на то, как выглядела эта игра после Battlefield. Я, понимаешь, я после тройки, я позавчера стримил, я включил Battlefield 3. И мы после Battlefield 3 на Black Ops 4 смотреть не могли. Это смешно. Это нелепо. Это детский лягушат. Это ты нелепо сейчас говоришь. Потому что в одной игре есть геймплей, есть нормальный неткод. Какой геймплей? Бегать по коридорам, а бегать по коридорам 5 на 5 это геймплей? Да потому что это другой поджанр шутера. Блядь, ты сравни мне, пожалуйста, Overwatch и Arm. Вот сравни мне Overwatch и Arm, если ты посмотришь этот ролик. Подожди, подожди. Давай забьёмся. Есть классический секс, а есть капрофилия. И ты сейчас будешь защищать капрофилию, что срать на грудь это нормально. Ты ебанулся что ли? Ты мне сейчас будешь за батлу что-то заговаривать. Ты ебанулся. А у нас в Call of Duty это капрофилия. Да батла слилась ещё после Battlefield 3. Когда она ушла, блядь, в режиме Battlefield 3. Если батла слилась, то Call of Duty зарылась. Да конечно, блядь, по продажам видно, по геймплею видно, по неткоду видно, по идиотским механикам видно. Извини, Battlefield 3 был последним ударом, блядь, игрок батлы. Что ты мне сейчас будешь доказывать? И в пятой батле всё хорошо, потому что она возвращается вовремя на Battlefield 2. Вот ты сейчас говоришь, что всё плохо. Я говорю про то, что сейчас было. И про то, что ты разводил на ютубе в последние годы. Вот про что я говорю. В последние годы я разводил в смысле? Да, ты разводил бессмысленный срач сравнения ни того и ничего, который не сравнивается. Блядь, ты сравни, блядь, жука и, я не знаю, коробку из-под... Мне очень комплиментарно, что ты приписываешь все вот эти заслуги мне, но я слишком небольшой. Я слишком-слишком небольшой, чтобы на весь мир прийти этот хейт. А уж по церкви... Я про СНГ говорю, а не про весь мир, алё. Ты что, хочешь сказать, меня весь СНГ смотрит? Ну это слишком... Конечно, давай. Мне очень приятно, но ты мне очень сильно льстишь, это неправда. Слушай, я понимаю тебя, я знаю тебя, чувак. Объяснить весь вот этот гнев именно тем, что это всё я делаю. Это я виноват, что всё СНГ... Вообще всё-всё-всё СНГ не любит Call of Duty из-за шуфа. Я не говорю про тебя. Я только... Не только про тебя говорю. Я ещё говорю про долбоёбов, которые там оценивают колдуть чисто по синглу. Давайте батлу оценивать по синглу, это охуенно будет. Блядь, особенно когда, блядь, основные части батлы были без сингла. А вот эту батлу, кстати, будут оценивать по синглу, а не по мультиплееру. Это я тебе зуб даю. Почему? Потому что... Потому что мне некомпетентные люди в индустрии давнов сидят. Это разные игры. Некомпетентность это смотреть на... Слушай, когда чувак ставит 9,5 батле 1, ты спросил у любого игрока Battlefield 1, это не 9,5. Это говно. Смотря в какой... Смотря в какой степени он ставил 9,5. То есть если он с вами... По 20 часам он ставил эти 9,5. А... Что? Ну, 20 часов отыграл типа 9,5, это охуенно игра. Ну, он, наверное, в предыдущей части не играл, либо он просто заплатил. Нет, это был Drew. Ну, смотри, в чем проблема. В чем проблема? Если обособленно рассматривать эту игру, она разве плохая? Она плохая. Вырезанные механики, вырезанные механики, которые не обещали на старте. Вырезанные из чьего и строчной части. А я пытаюсь тебе сказать, чтобы ты обстановил это как. Алло, про кастомизацию говорили за релиз. За месяц до релиза. Я знаю, что Battlefield 1 это самая первая игра, которую выпустила эта студия. Понимаешь? И она выглядит неплохо. А вот Call of Duty, которую мы посмотрим, четвертую, Black Ops, это, блядь, говно в любое время. Они переделали механику. Не убрали то, что спиздили с других игр два года назад. Они переделали механику под современные стандарты. А, они спиздили современные популярные темы. Это разные вещи. А Батла, когда спиздил современные темы, ты ничего не говорил. Почему? Какие именно? Ну, TDM, прокачка, там, кастомизация и так далее. Почему? Батле такого не было никогда. Батле был в Кулубойте, был когда ямусь. Развезд где? Это слишком популярная тема. А здесь сейчас, ну, ты же понимаешь, насколько они пытаются ухватить все члены сразу, когда добавляют батл рояль. Ну, это же смешно. А Грюшка плохо. Пытаются ухватить все члены Дайса, когда не могут сделать неткод. Ну, и какие члены не улавливают. Они сами сидят... Да потому что, блядь, ты посмотри на форумы, посмотри на все группы по батле. Ты задолбал, ты понимаешь? Ты бесишь вот в данный момент только потому, что ты не прислушиваешься к комьюнити батлы. Батла ее комьюнити говорит о другом, о другом. Понимаешь, комьюнити батлы, оно зажратое. Оно не зажратое, оно просит нормального отношения, нормального находа. Блядь, мне надоело банально умирать за сеной, блядь. Ты будешь жрать икру, однажды тебе закроют просто хлеба. И ты будешь завидовать людям... Хватит вот эти тупые примеры. Ты серьезно, это бесполезная дискуссия в данный момент абсолютно. Потому что ты сейчас будешь отстаивать батлу до последнего. Даже в перерез со всеми батлфилдерами. Со всеми, блядь, игроками в батлу. Ты будешь сейчас в перерез ходить. И это бесит. Потому что я додумал, ты человек, который поддерживаешь батлу. Ты будешь говорить о ее минусах, о ее плюсах. Я говорил весь стрим о ее минусах. Да каких минусах? Назови хотя бы. Назови часть, скажу. Назови, а хотя бы один минус батлы. Первый? Любой. Ну, первый. Я тебе полстрима объяснял про казуальность отдачи, про отсутствие кастомизации. А про незначительные склассы. Посмотри мои ролики, что ли? Я не пойму. А поэтому никто особо не кричал никогда. В смысле? Кастомизация. Немножко о другом кричу. Крича о кастомизации там нет абсолютно вообще. Я в этом, не в этом дело. О другом кричат люди. О другом. О чем? Подумай. Я не знаю. Ты же батлфилдер. Ты должен понимать это все. Понимаешь? Я все понимаю. Я все кинусы говорю. Батлы 4 там. Я о всех минусах спокойно заявляю. И я призываю их поднимать наружу. Я не говорю, что вы должны терпеть и глотать и так далее. Нет, у игры есть проблемы. Определенно я ощущаю. Какие проблемы? Можешь указать прямо сейчас? Перед батлфилдерами, которые 3000 штук, и они смотрят это. Какая часть? Ты хочешь обобщенно усилив? Ты знаешь, по-па-па-па-па-па онлайн Батлы 1 это 1 5. Ну, в батлфилде есть проблема еще в том, что это не командная игра. Она никаким образом не провоцирует людей помогать друг другу. Почему? Там есть командные взаимодействия. О боже, это херня полная. Вот в пятерке, то что я слышал, это уже намек на командность. Когда ты зависишь от другого класса. Только вы в этом не будете играть, я уверен. Давай посмотрим. Слушай, я уверен. Давай встретимся через год. И ты хочешь сказать, что она, типа, я не знаю, как это приживется. Это может прижиться круто, может твоя правда, без понятия, как это получится. Но сейчас они начинают хоть что-то делать, чтобы отряды имели смысл, чтобы классы имели смысл. Какая проблема Battlefield, там классы ничего не значат. Я слушаю сейчас свой ролик, который сделал вчера. Ну, по-моему, я это говорил очень давно, то, что в Call of Duty, как бы, имеет значение, какой класс. В это время в Battlefield не важно, какой класс, главное, что ты думаешь, медик. Либо, окей, штурмовик, но уж точно не разведчик. То есть оно не имеет смысла. То есть кушки у всех более-менее одинаковые, они никак не знают друг друга, и они все-таки все автономные. Это крайне круто. Какие еще проблемы? Ну, ты можешь сказать, что да, игра типа лагает, и все такое. Это последнее. Это последнее, что я... Dice находится в очень неприятной ситуации. У них требовательная комьюнити и еще более требовательный издатель. Нет, комьюнити у них нихуя не требовательные. Я тебе вот как комьюнити говорю. Ты сейчас серьезно будешь сравнивать комьюнити Call of Duty и Battlefield? Комьюнити, которые вот... У Dice мы сегодня смотрели их трейлер, и у меня полчата писали говно. Трейлер? Трейлер говно, потому что пререндер они обманывают еще со времен второго дополнения к Battlefield 1. Ну, такой трейлер мы увидим у Call of Duty, весь чат на уши встанет. Да, только Call of Duty показали нам геймплей, завели 100 блогеров, блять, в ангар, и они им записали геймплей. Тот же Алиэй, Mark Music, Денисер и так далее. Они им заплатили денег, ты же сам понимаешь. Вот, поэтому... Конечно, заплатили, о да. Люди, которые строят свой канал только на колде, конечно. Им платят деньги, если откроют тайну. Там пожить, поесть и так далее, и уехать домой. Все. Поверь мне, такие люди, как Алиэй, туда в жизни не приедут заплатно. Это, понимаешь, издатель понимает, что он зависим от этих блогеров. Американские блогеры очень сильно определяют популярность той или иной игры. А я знаю, как ты зависишь. Боже, знаешь, вот история про Лос-Анджелес у меня тут мне рассказали одну. Ну, это потом, это вне стрима. Я ничего не скрываю от своей аудитории, абсолютно. Нет, ничего, я ничего не говорю. Нет, ну что, 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 расскажи. Ты можешь сказать абсолютно все. Я вот сейчас тебе даю карт-бланш на это. Если это что-то меня унизит или еще что-то, то это уже моя... Не, ну что, чувак. Не, ну если там есть какой-то инсайт обо мне или что-то, расскажи. Прямо инсайт, инсайт. Ну, так расскажи, пожалуйста. Ну, там про какую-то поездку с Сони на Е3, где-то не появился даже на ивентах. Да, так я это говорил, потому что мне скучно было. Они обиделись. Чувак, они обиделись. Они не обиделись. Потому что, во-первых, на ивенте Сони я был. Я не был на шоурумах. Это очень важно. Всю выставку я снял. Я ее, более того, из всего пресс-тура, который там был, я раньше всех выпустил репортаж о Е3. Все пока сидели, бухали в американских охуенных ресторанах, там жрали барбекю и все такое. Я сказал, ребята, я не могу с вами пойти, мне надо пойти делать видос. Я единственный долбоеб. Ну, не единственный, там еще был другой чувак. Который вокруг отеля ходил? А, кто? Ты. В смысле, вокруг отеля? Ну, так говорят. Вокруг отеля? Я не ходил вокруг отеля. Я все это время ходил со штативом со стабилизацией. В смысле, вокруг отеля? Корпус Е3, какой вокруг отеля? Трейнанэстрим или бунт. Он был на другом конце города. В смысле? У меня есть пруф. Подожди, у меня есть видос, который вышел почти раньше. Возь, позь, не надо. Трейнанэстрим или бунт. Я что-то не очень понимаю. Трейнанэстрим или бунт. Я что-то не очень понимаю. Я снял раньше все, о выставке Sony Более того Можно подождать Я не понял претензию Это не моя претензия, я просто тебе рассказываю Я не играю в демок практически вообще Леш, можно у меня вопрос Можно вопрос тебе задать Который не связан с этой историей Не связан с батлой У нас есть Фанат батлы из Кадастана Ну и что? Из тусы там Он ютубер И он хочет тебе задать пару вопросов Ты против или нет? Каких именно вопросов? Я не знаю Ну если эти вопросы будут как-то не относиться К тематике стрима Не, именно к колде они будут относиться Ну к колде, а что он хочет спросить? Ну я не знаю Чувак, мне в донатах Просит, в чат орет Чат на 3000 Но мы все-таки с тобой здесь общаемся Я понимаю Я тебя и вот поэтому и спрашиваю Если бы я был бою каких-нибудь Ты понимаешь, я бы просто закинул Крайне странная претензия Вот на самом деле с Е3 сейчас была То, что я не пошел в шоуру Это я просто рассказывал Так, Трейн Потому что в Баттлфилде Ой, не в Баттлфилде В Лос-Анджелесе у меня было выведено 5 дней Всего 5 дней Я ничего не говорил Я успел посетить выставку И за эти 5 дней Я не хотел идти, как другие блогеры Играть в демки игр, которые все равно нельзя показать Потому что эмбарго и все дела А третий Ой, второй момент Я это время хотел потратить на съемку влогов Того, чтобы аудитории поинтереснее За этот минимальный период времени что-то рассказать Я думал там какой-то инсайт про меня Будет прям жесткий Не знаю, мне так сказали, чувак Ну, никто ни на что не обиделся А почему ты должен что-то обиделся? Я никого и не питался Назвал аналога колды В смысле? Ты же тебе сказал Overwatch? Нет Это не аналог колды Хорошо, играй в Titanfall Это колда Это колда Такая же колда Это чуваки, которые отстранились от разработки На таком же движке сделали Колдун спор с роботами Ну они ее сделали нормальной Нет, она такая же Она играется так же Она абсолютно другая Она с революционной механикой Это колда Она с интересным геймплей Какая колда, господи То же самое Те же карты Только вместо киллс Триков Понимаешь Вместо киллс-триков Робот Все Который играет по механике Колды 4 Да, просто Интересный геймплей Мне очень жалко, что я в Titanfall Я хуеваю от того, что ты считаешь, что Titanfall Это не Call of Duty Это Call of Duty в чистом виде Нет Ну какой То же самое То же самое А, ты по анимациям считаешь, да? Анимация другая Все, это другая игра Геймплей Хорошо Мы остановились на Titanfall У нас остаются И шутки Да, только люди из Titanfall Ушли, блядь В Activision Делают Modern Warfare 4 Что на это скажешь? Скажу, что его неплохо заплатили Нет, потому что, блядь Titanfall Провалился в продаже Он встал между Батлой 1 И Инфо Провалился в продажах Потому что его выпускали В неправильное финансовое время Когда Ассоцией Его выпускали Вместе с Battlefield И Call of Duty Принанная стрим или вон Принанная стрим или вон Тайтанфол 2 Вспомните, когда вышел Тайтанфол 2 Ну зачем нам Call of Duty Который соревновался В тот период, что вышел Тайтанфол 2 Из-за GTA Разве что бы могла себя нормально Чувствовать шестая Больше никто Когда ты находишься Между вот этими Двумя огромными Елдогами Такая писечка Ты понимаешь Что батла сейчас сольется Так же Между БО 4 И Red Dead Redemption 2 Не батла сольется Просто Спорим Ничье Call of Duty Спорим Еще больше купить Чем обычное Леш Давай поспорим Поспорим с тобой Я вот как Баттлфилдер Всей душой Буду топить За эту игру Блядь Ну с тобой Поспорю На что? Понимаешь Вся аудитория Которая сегодня Видела трансляцию Она сказала Батла Рип Это бэйферы Ты сам сказал Что они видели трейлер Они видели Они охуели От того Как это дерьмово Что они не показали Реальный геймплей Это был Пререндер Я тебе говорю Я вчера В течении Двух часов А теперь смотри Если ты считаешь Что трейлер Имеет значение Черт что не говоришь Трейлер Black Ops 3 Самый Там геймплей Блядь Показали Ты понимаешь Ааа То есть люди видели Геймплей Это теперь Самый Задеблайк А то что там Вот по По 4 часа Выкладывают Разные Там самое страшное Что можно показать В Call of Duty Это геймплей Мы теперь Это в пони Мы будем Ты очень умный Ты очень умный Я смотрю Потому что Блядь Все ютуберы Выложили Свои варианты Геймплеев То есть Все играли Все пробовали Извините Антон Логвин Пробовал В одном ангаре В другом Ангаре Антон Логвин Смотри Ты сейчас говоришь Что что Синематик Какой то Это не Синематик Синематик Там только один Где там Типа Баба выбегает Кидает коктейль Молку Все он взрывается Ты сейчас понимаешь Что люди увидели Геймплей Call of Duty И это теперь Самый задизлайканный Видос Из всех геймерских Видео В принципе Трейлер Да Но только Это самые Предзаказанные Проекты Этого года Охуенно Это как Ты же говорил Black Ops 4 Самый предзаказанный Это был трейлер Infinite Warfare Если что А не Black Ops 3 Ну я чуть путаю Какая разница А Одно и то же Предзаказанный Ролик Я Вот Всех Знаете Что я хочу сделать Я возьму Геймплей Call of Duty Я постараюсь Вырезать Худ Худ То есть Интерфейс И попросить Их всех Мне назвать Что за часть Как они не назовут Они не смогут Слушай Я 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 Информации Причем Только человек Который Наверное До хуяще Играет в эту игру Он сможет найти Какие-то Отсущие У меня есть У меня есть Футажи Батлы 5 Которые никто Не видел Давай я их Выложу Тебе можно Да мне похуй Не не надо Это все таки Не похуй Чувак Не чувак Это плохо Закончится Лучше не Окей Я выложу Да не на Зачем Чтобы они увидели Что такое БФ5 И что Это плохо Хотите Хотите Они удивятся Они хотят Но у тебя будут Очевидные проблемы Не надо Не надо Какие проблемы Ты не в себе У тебя сейчас Расстройство Это эмбарго Тебе запретят Эмбарго Кончилось В 20 На стриме Среди Откай Минем Рук В 0-0 Станы Хуй простых А уже То есть Можно Добавляйте В друзья Не трогай Нахуй Не смей Тож Не Эмбарго Показывать Не трогай Не трогай Чат Тебе тоже Говорит Не трогай Эмбарго Кончилось А ну То Если Закончилось То Конечно Мож Показать И Будет Видеть Что Батлфилд 1 Все Очень Плохо Ох Друзья Я полагаю Мне на Стрим Уже Нас Заказчик Нам тоже Мы устали с тобой На самом деле У нас вечная борьба С тобой будет Леш Я хочу Сказать одно Я не хочу С тобой Драться Критиковать Обособленно Батлфилд Критикуйте Сравнивать его С другими Шутерами Идите на А мы не сравниваем Леш Леш Мы не сравниваем Мы сравниваем Мы сравниваем Мы сравниваем С батлфилдом 3 Одно Сложение Call of Duty Подожди Подожди Вот тут Не крути Словами Блять Мы Лично Я Выбрал Для себя Позицию Я сравниваю Батлу С батлой А сравниваю С колбун Ничего не имею Против Ты прав Тут сравнивай Будешь сравнивать С Call of Duty Будешь делать неправильно Я не сравниваю Сравниваешь Я колду Знаешь с чем сравниваю С говном С колдой Я в принципе Это и сказал Ну конечно Давай продолжай Только в конце Этого года Ты удивишься Мне кажется Чувак Бэйфер уходит В колду Давай переубивайся Быстрее Пока не успею Куда уходит А Call of Duty Уходит в Fortnite Мы сейчас смотрели Всех самых популярных Call of Duty Вообще В мире Да 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 А что они играют Да 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 Конечно Марк Мюзик Сейчас так уйдет Из колды Дрифтер Так уйдет Из колды Эй Эй Ушел Из колды Да похуй на нем Он Туда расскажу Он синдикат Но и до сих пор Стримит зомби режим Синдикат Не играет Мистер Далли Джей Ди Ты понимаешь Синдикат У тебя сколько подписчиков Где На ютубе Все мои Никому не отдам Не ну сколько их Не скажу Все Миллионы есть Все мои Миллионы Два миллиона Или что Ну подожди А к чему вопрос Не просто есть чувак Его зовут Мистер Дарлик Чувак делает Говно По зомбям Ну да А мне он даже Говно делает По зомбям На него На него там Миллионы Ну так подожди А посмотри Сколько смотрят Доту Мы сейчас числом будем Сравнивать Или что Ты сейчас по количеству Будешь определять Качество что ли Ух Давай мы посмотрим Сколько играет В Контерстрайк Что Контерстрайк Лучше Баттлфилда Теперь получается Баттлфилда Настолько плохо Что в него не играют Самое страшное Понимаешь Баттлфилда Имеет проблемы С контентом Однажды он ее решит Вот А еще с надходом Оптимизации И так далее Не знаю Не знаю Да На консолях Ключит Не регает попадание Друзья Оказывается Ты говоришь Чуваку Понимаешь Ты говоришь Чуваку Который играет Баттлу 15 лет О проблемах Баттлы Ты сам Баттлы Проконченная Какая-то консоль У меня здесь Две GTX 1000 Ти Ничего не лажает Слушай Твои проблемы Подумай о своих зрителей Нет Которому Говно Какое-нибудь Стоит Ну я не знаю Зрители Че вам с Плейстейшн То не повезло А с Плейстейшн Не повезло Потому что 40 кадров В секунду Потому что Дайс не убьет Типа Оптимизацию Блять А понимаешь Проблема Оптимизации Растет с каждым Годом Потому что Каждый год На старое Железо На старое Железо Все дела Движку Десять лет Блять Харе Выкатывать Новую груз Франки Такой проблемы Нет Десять лет Фростбайта В этом году Заребал Будет хавать Конечно Фростбайта Нормально Они понимают Они понимают Что если Они выпустят Игру Которая похожа На другую Будет пиздец Их загнобят Им приходится Каждый год В условиях Сжатых Экономических Сроков То есть Им говорят Ты должен успеть Сделать игру Почему Фростбайта Оптимизация За десять лет Не доведена До ума Я тебе должен сказать То что игра Сама постоянно Прогрессирует Она постоянно Прогрессирует Где Масштабами Где Какие масштабы Охуел Масштабы Спецэффекты Смешно Спецэффекты Графика Графика Охуевают С тебя Подожди Графика Что несовершенствуется Нет То есть Игра Вот Баткомпани 2 Також Как и БФ1 Ты знаешь Вот там джунгли Выглядит лучше Чем Старбос Баттлфронт 2 Что мне с этим делать Ах да Я тот самый подросток Который поставил родителей На колени Швецов Ты следующий Где джунгли Ах да Я тот самый подросток Который поставил родителей На колени Швецов Ты следующий Ах да Я тот самый подросток Который поставил родителей На колени Швецов Ты следующий Леш, вот серьезно Вот не надо, вот пожалуйста Вот если ты делаешь обзор Вот делай его на фоне типа Вот клевая игра Но не делай на фоне, это клевая батла Это круче колды Там вот это, вот понимаешь Ты очень много Народа злишь Вот серьезно В том то и дело Что я никого не злишь Потому что адекватной части Потому что из-за таких как ты Electronic Arts, Dice прислушиваются К минимуму большинства Которым похуй на ошибки Похуй на баги и так далее Я не кричу, что это идеальная игра Я ни разу этого не кричал Ты постоянно это кричишь Она клево выглядит и так далее Это просто ты хочешь слышать, что я кричу Я постоянно в слушаем Мне сто раз показывали твои ролики Мне сто раз показывали твои стримы Не надо вот тут И мне очень обидно, когда ты меня называешь Недобейтером Я такое ни разу не говорил Да, мне тут 10 человек написали об этом Тебе напиздели 10 человек Я бы на твоем месте их послал бы нахуй Пошлю, но это обидно Это неправда Если ты мне покажешь, где я это говорил Я готов сделать все, что угодно Я никогда такого не мог сказать Чувак, я просто с тобой не хочу ссориться Можно, пожалуйста, мне показать, где это было сказано? Я не смогу Мне сказали люди Ну тебя обманули люди Не все, что говорят Наверное, обманули Сейчас, подожди, там вроде была запись клипа с кричием Да Позже найдем кискин Я не мог сказать, что недобейтер еще и в твоем контексте Слушай, я просто с тобой не хочу ссориться Но мне иногда не нравится то, что ты говоришь про Батлу Потому что это подстегивает некоторых разработчиков забить хуй на поддержку комьюнити Нам хватает истории с ловелкапом, вести и джеком фраксом Понимаешь? Ну, окей Потому что когда не дают развитие концепции Когда не дают развитие над кодомы и банальным вещам, которые нужны в мультиплеерном шоке Понимаешь? Ладно, давайте тогда будем закругляться Просто мне уже три утра, мне надо бежать тут кое-что делать Меня тоже три утра, прикинь Мне еще надо успеть на завтра кое-что выложить Слушай, Леш, я вот тебя прошу Вот тут трейн есть, можешь с ним поговорить? Просто я не знаю, вот 3000 человек все просят Я очень, на самом деле, сейчас выбиваюсь из графика Когда я должен был закончить в час, я стримлю уже три лишних Ну ты сможешь его как-нибудь, я не знаю, пригласить? Просто что-то я не знаю, он нас прям все просят, его просят Ну, я сам удивляюсь, почему Да, это я Ну, если тебе интересно, кто я такой И если у тебя есть какие-то претензии к Call of Duty Ты можешь смело их все мне предъявлять Потому что я являюсь лицом Call of Duty в СНГ, в России Так что все, что тебе не нравится в Call of Duty За что ты ее ненавидишь? А я так полагаю, трейн это ник Бобби Котик, да? Бобби Котик? Ну, то есть это трейн, это твой, ты Бобби Котик, я прямо сейчас не говорю Ты же сказал, что это мой братан, чувак Это что, братан, бобби, лидера, прикинь Только что просто по гонору и риторики я услышал миллиардера такое ощущение, который спустился на своем... Лёш, ну ладно, хватит ли сколько угодно, братан Ему нужно сколько угодно явить на эту тему Я сейчас, честно говоря, у меня вот прям подбилил на джинсах растеклась от пафоса У меня она растеклась очень давно С твоих Недообзоров на колду Понимаешь? Потому что ты Максимально некомпетентен В этом аспекте Хорошо, я максимально некомпетентен И все дизлайки под видосами Накручивал я Все дизлайки на метакритике Все отзывы Все отзывы Все придумал Алексей Шевцов Вы заходите в стим Отзывы смотрите, вы смотрите метакритик Вы смотрите оценки Даже в PSN, господи, везде Это все придумал Алексей Шевцов Он некомпетентен, он пидорас Ты можешь язвить скул Извините, братан, я тебе еще раз говорю Боби Котик, простите, пожалуйста Но меня ждут дела Я понимаю, мои нищебродские дела С вашими миллиардерскими сравниться не смогут Но меня ждет Великолепная компания, которая не играет В Call of Duty И мне с ними будет интереснее Тем более с Зомби Руссом мы вроде как Все обсудили А с Боби Котиком, к сожалению, не тот у меня еще уровень общаться Недорос во всех смыслах Леша, Леша Ладно, спасибо, что смотрели, дорогие друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!